ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ Итак, друзья, всем привет! Как вы сегодня поняли, речь зайдет опять о полотенцесушителе. А если быть точнее, о монтаже полотенцесушителя и о нюансах, которые возникают во время монтажа. Обратите внимание, полотенцесушитель лесенка, висит он на стене, установлены отдельные краны для того, чтобы можно было перекрывать доступ воды в полотенцесушитель. Но либо их можно будет использовать для регулировки температуры, если вдруг полотенцесушитель будет слишком горячий, и вы будете об него обжигаться. Далее пошли трубы, они идут в стене. Это здесь гипсы, позагребневые плиты сделаны из гипса, так что их я и спокойно прорезал пилой. Далее у нас идут трубы, они уже заходят сюда. Здесь идут они за стенкой. И вот здесь еще с помощью нескольких уголков я сделал такой вот небольшой отход. Для чего это было сделано? Для того, чтобы можно было установить здесь люк 30 на 60. Если бы я пошел простым путем, то есть поставил бы прямой уголок и ушел сразу в трубу, то получается бы этот уголок мешал бы мне установить люк скрытого монтажа. Естественно, чтобы этого избежать, я заранее рассчитал нужные мне сантиметры и отвел трубу для того, чтобы спокойно можно было установить люк и уже потом не переживать за то, что у меня что-то не получится. Но в случае, если у вас будет работать мастер-сантехник, который не знает о том, что вы в будущем будете устанавливать здесь люк скрытого монтажа, он, естественно, бы, возможно, протянул просто трубу и самым легким путем просто уголком отвел бы туда. Но это мое предположение. И потом уже, когда следующий мастер, который собирал бы здесь гипсокартоновую конструкцию, тоже не парился бы о том, что здесь будет стоять люк скрытого монтажа и тоже зашил бы так, как ему удобно. При этом ни один из мастеров не учитывал бы плитку, на которую вы будете поднимать. То есть здесь я заранее рассчитал укладку плитки для того, чтобы она подошла точно под тот размер, где у меня установлен люк скрытого монтажа. Вот те три профессии, сантехник, монтажник гипсокартона и плиточник, эти три человека должны быть в одном. То есть один человек должен обладать этими тремя профессиями для того, чтобы можно было соорудить вот такую вот нехитрую конструкцию. И чтобы результат получился желаемый, хороший, качественный. И уже впредь потом бы не пришлось переделывать за каждым предыдущим мастером для того, чтобы получить этот самый результат. Вот так вот я говорю каждому, кто спрашивает, почему я работаю один и делаю все работы один, а не нанимая каких-нибудь специалистов, которые бы делали бы определенный фронт работы. И вам тоже, желающим в будущем делать ремонт, рекомендую всегда искать мастера, который бы занимался всеми видами работ. А никаким образом не приглашали бы сторонних специалистов, сантехников, плиточников, гипсокартончиков, чтобы все эти профессии были бы в одном мастере. Обратите внимание, все трубы, которые у меня проходят вот здесь, все три трубы, они расположены на одной плоскости. Это говорит о том, что я каждую трубу отмерял, учитывал и делал так, чтобы все в будущем смотрелось красиво. Единственное, я вот не менял трубу холодной воды, и не было необходимости, но вот она от застройщика пришла вот такая вот кривая. А эту трубу уже горячего водоснабжения я заменил, поставил здесь стекловолокно, и вот так вот, в общем, у меня все это получилось. Также установил краны для холодной и горячей воды, чтобы во время работы мне вода не мешала, и я мог спокойно провести их туда, где мне нужно будет. То есть, это у меня краны только для ремонта, впоследствии они откроются, а краны, которые будут уже функционировать, и где будут стоять счетчики, это будет у меня другая шахта, там, где будет установлен бойлер, теми кранами уже будут пользоваться заказчики. Эти краны нужны только для меня в момент ремонта. Ну и также вот эти два крана, которые тоже здесь вот находятся в шахте, вот они, это полотенцесушитель, они тоже нужны только для проведения ремонта. В будущем их можно будет открыть, но при необходимости можно будет перекрыть, если вдруг заказчик захочет пожелать, пожелает поменять полотенцесушитель на другой. Советы, рекомендации по поводу того, как нужно проводить ремонтные работы в ванных комнатах, и как нужно рассчитывать все моменты, учитывать все моменты, когда вы делаете ремонт. То есть, каждый момент нужно просчитывать заранее, думать на несколько шагов вперед, чтобы впоследствии вам не нужно было возвращаться обратно и переделывать что-либо. Вот такие вот рекомендации, напустя вам на будущее. Кстати, один такой момент, я уверен, что многие спросят, почему у меня петли находятся с этой стороны, когда было бы удобнее поставить их с этой стороны, чтобы дверь открывалась в ту сторону. Отвечаю заранее на тот вопрос, который вы могли бы мне задать. Вот смотрите, пока дверь закрыта, она никому не мешает. Но если вам, допустим, нужно будет зачем-то полезть в эту шахту, если дверь открываться будет в эту сторону, соответственно, она будет упираться сюда, и вы будете постоянно, задевая ее, биться об кафель, которые находятся на стене. То есть, два кафеля, когда будут биться друг об друга, может произойти неприятная ситуация, и кафель, один из них может повредиться. В этом случае, когда дверь открывается в эту сторону, вы можете спокойно отодвинуть на безопасное расстояние и спокойно уже иметь доступ в шахту. То есть, вы уже сейчас не переживаете за то, чтобы, если случайно, заденете дверь. Вы в безопасном положении, расстоянии, то есть, спокойно, у вас доступ практически такой же, но в этом случае все происходит гораздо удобнее, нежели если бы петля находилась с этой стороны, и вам бы пришлось постоянно ее задевать, когда бы вы сувались туда. Вот просто визуальная наглядность, как она выглядела бы у вас, если бы она стояла бы с этой стороны. Вот, обратите внимание, дверь дальше уже не может уйти, она стоит постоянно в этом положении. Вот. А в этом случае вы просто убираете куда подальше и не паритесь об этом. Вот такой вот ответ на ваш вопрос. Все, на этом все. Спасибо за внимание. А на этом у меня пока все. Смотрите дальше это видео, или смотрите то, что было здесь до этого. В общем, с чего все началось и к чему это все пришло. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Ну, думайте, в общем, когда делаете выбор, в пользу каких-то мастеров, то, что не всегда специалист однопрофильный, лучше, чем специалист многопрофильный. Ну, вот так вот. Такое, в общем, видео для вас, для тех, кто планирует в будущем делать ремонт и планирует это сделать качественно и с первого раза. Ну, вот, в общем, так. Спасибо за внимание. С вами был Капсид Алинар на канале Перестройка 116. Делаю ремонт в санузле, провожу работы и делюсь с вами полезной и нужной информацией. Поэтому не забываем подписываться на канал, ставить колокольчик и включать уведомления на канале, для того, чтобы не пропустить выходы новых видео. Ну, а также в комментариях можете написать свои вопросы либо проблемы, с которыми вы столкнулись, когда прибегали к помощи сторонних специалистов разных профессий. Ну, вот, в общем, такая вот тема для обсуждения. Так что вы можете писать в комментариях, будем обсуждать, будем разговаривать. Ну, и до новых встреч на новых видео. Всем пока, до новых встреч.